29 января 2017 года я создаю свой канал на ютубе, посвященный железнодорожной тематике. В своем видео рассказе о канале Равидж, я рассказывал, что поначалу данный канал был второстепенным. Но со временем, когда его заблокировали по ранее описанным в этом видео причинам, я этим каналом занялся всерьез. И прошло уже 4 года, как я этим каналом занимаюсь. И я бы хотел вам рассказать, с чего все начиналось. Ну что же, поехали! Это 2М62У. Линия имела важное значение в времени борьбы за независимость Латвии. Так что для стойчика ВАЭП-20 прощай. Лукомотивное депо города Москва. Электропоезд отправляется на маршруту Москва-Болезенская-Мосты со всеми остановками. Следующая остановка Ландышское озеро. В декабре 2013 года происходит один из ключевых моментов моей жизни. Для того, чтобы я мог учиться, мне дарят компьютер. Компьютер был мне новый, его ранее использовал мой дед. Он, собственно, мне его и подарил, заранее договорившись с мастером, чтобы мне настроили его комфортную работу. Ну, этим компьютером я пользуюсь, собственно, и по сей день. Поначалу на компьютере стоял легендарный Windows XP и пенек, а также 2 гигабайта оперативной памяти. Интернет на данном компьютере поначалу подключался с помощью специальной флешки. Через специальную программу введя специальный код активации, который действовал некоторое время. Но со временем, если мне память не изменяет, в 2014 году в октябре мне подключают полноценный беспроводной интернет. Параллельно с этим, в 2013-2014 году мне ужасно хотелось поиграть в Майнкрафт. И я думал, что в Майнкрафт можно поиграть в браузере. Ну, типа, как копатель онлайн, блокады 3D. Но со временем я понял, что в Майнкрафт в браузере ты хрен поиграешь. Хер тебе в рыло, сраный урод! И я, собственно, стал искать способ, как можно скачать Майнкрафт. У меня был друг, тогда я к нему любил ходить в гости тоже. И тогда, в том времени, у него уже был Майнкрафт. Ну, собственно, я решил установить Майнкрафт на свой компьютер. И у меня не получилось. По мне тогда неизвестным причинам. И из-за чего у меня не устанавливался Майнкрафт, об этом я узнаю немного позже. Ну, а тем временем, примерно в 2014 году весной, мне ставят в Windows 7 оперативку 4 гигабайта Intel Core i5, которые до сих пор, за исключением Windows 7, стоят на моей пекарне. Позже, летом 2014 года, вся проблема того, что я не мог установить Майнкрафт, оказалась... В итоге я с маминой помощью его скачал. Поначалу мы скачали демо-версию. Играть можно было там только в режиме выживания, в одной точке спауна и с ограничением по времени около двух часов. Точно не помню. Но этого мне было достаточно. Я каждый день после тренировок по каратэ, на который я тогда ходил, залипал в майне. Был даже день, когда я тупо прогулял тренировку, чтобы поскорее вернуться в Майнкрафт. Как говорится... Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! Но примерно в августе, по мне непонятно до сих пор причинам, Майнкрафт с моего компьютера пропадает. И когда я был на тренировке, мама мне нашла Майнкрафт 1.6.4. Но с этих дней я просто полюбил Майнкрафт. Помню даже за день до 1 сентября, когда я пошел в 4 класс, я торжественно победил дракона Эндера. Ну и начинается злосчастная школа. Некоторые меня хорошо знают, спросят. Как ты? Тебе ж нравится учиться. Ты же заедлый математик. Да, только на них есть, но так было не всегда. Скажу вкратце, что в старой школе у меня были проблемы с тем, что я не умел контролировать свои эмоции. У меня были проблемы с буллингом. И проблемы с эмоциями я избавился только в 2016 году, когда был в 6 классе. Ну и по нетрудным подсчетам можно догадаться, что события происходили в 2014 году. И тогда я был в 4 классе. И из-за одного инцидента я попадаю в колесный центр. Поначалу я не мог просто взять после школы и пойти поиграть за компьютером. Но со временем меня стали отпускать. И в 1 ноябрьский вечер происходит то, что произошло в этом месте. Который, собственно, на экране. Если вам интересно, можете посмотреть по ссылке в описании. Но в 2015 году я становлюсь заядным фанатом серии игр GTA. И я охватываюсь в мысли, что однажды я, когда вырасту, приеду в Rockstar Games и предложу им создать GTA 7. Где действия будут происходить в Латвии, на моем районе. И я даже тогда писал миссии на листочке. Чит-коды какие там будут, какие там будут главные герои. Весь геймплей я писал на листочке. И я охватился мыслью, что однажды я приеду и буду им описывать то, какое я хочу видеть в GTA 7. Но фантазия с реальностью и со временем в результате всего этого буллинга, всех этих конфликтов, меня переводят на индивидуальное обучение. И со временем меня переводят в другую школу. 29 августа 2015 года. В результате того, что я в то время активно просматривал YouTube. И мне ужасно хотелось ставить лайки, дизлайки, комментарии. Я создаю свой первый канал. К сожалению, видео со старых каналов не сохранились. Поскольку они были безвозвратно удалены по тем причинам, о котором вы узнаете в ходе этого видео. Примерно через неделю после создания канала я скачиваю буллика. И тогда я начинаю активно на канале снимать Майнкрафт. Но тогда у меня еще не было микрофона и навыков монтажа в целом. В итоге мне родители покупают наушники с микрофоном. Тогда я начинаю делать видео с голосом. Но по-прежнему без монтажа. Тогда канал развелся медленно. К концу его существования я набрал только 20 подписчиков. Видео набирали тоже мало лайков достаточно. Ну, от силы 2 лайка. Ну, как говорится, мама с папой. Ладно, ладно. Родители на самом деле не смотрели мой канал. Тогда мой канал назывался Никита Геймс. Под конец существования канала я стал осваивать монтаж видео. Но тогда у меня была одна проблема. При вставлении видео с бандикамом в программу для монтажа Sony Vegas 13 у меня не отображался звук. Эта проблема решилась с помощью переустановки Vegas. Ну, а тем временем в той школе, где я уже тогда учился, у меня тоже были проблемы с поведением, с буллингом. Но я особо в это углубляться не буду. Скажу только то, что когда они нашли мой канал, я думал, что максимум, что они мне сделают, только поставят дизлайк. И все средневные комментарии, кто напишет. Но как же я ошибался. 12 февраля в пятницу я приехал со школы, включил компьютер и с недоумением узнал, что мой канал заблокирован. Позже оказалось, что мой канал взломал брат моей одноклассницы и удалил его. Я точно не знаю, он ли это сделал, но я знаю одно. Это рукодел моих одноклассников. И как же я к ней был, я очень сильно расстроился по поводу того, что я потерял свой канал. Ну, хоть такой маленький по подписчикам, но все же. Но я тогда не мог додуматься, что меня ждало через год. Те, кто смотрели вот это видео, те знают, что произошло тогда через год. Тот роковый день. А те, кто нет, вы узнаете по ходу истории. Как вы могли догадаться из-за названия данной главы, это было название моего второго канала. И скажу я вам, что относительно моих остальных каналов, которые у меня были, он пресуществовал достаточно мало. А из-за чего вы узнаете по ходу видео. Этот канал стал ключевым в плане того, что на этом канале я наконец-то начал впервые монтировать видео. Снимал я на канале КРМП, Майнкрафт, Самп и пробовал также другие игры поснимать. К сожалению, в наши дни видео с этого канала не сохранились. Кроме одного. В 2015-16-х годах я любил смотреть одного блогера с ником Ван Горс, который является современным блогером с ником Фантом. А любил смотреть я на его канале рубрику под названием Мамин обзорщик. У него эти обзоры выходили достаточно ржачными и в один день мне в голове появилась мысль скачать синтезатор голоса и снимать обзоры на убогие видео школьников. Как он это делал? В каком-то плане я пожалел, что сделал данный видос, поскольку мне из-за него и за всего стыда пришлось вталить канал. Ну а если вам интересно, я могу вам его, собственно, показать. Ну что же, погнали! Ну, погнали! Да я сказал, погнали! Хай, дорогие друзья, с вами я, Каутер Геймс. И сегодня сниму я первого Маминого обзорщика. Покопатель онлайн. Я вас предупреждал. Я не виноват в том, что из ушей ваших кровь хлынула. Из глаз слезы пылились, да и психическое здоровье пошатнулось. Крепитесь, нам нужно досмотреть это до конца. Ну что ж, погнали! Да, все они пиздят у меня все, что только можно. Я не удивлюсь, если сейчас зайду в соседнюю комнату, а там школьник с моим кошельком выпрыгивает в окно. Парни, я не против, чтобы вы делали похожие шоу. Но зачем же копировать абсолютно все? Это же слишком пиздец. В общем, все, я записываю. С вами Эрик Зомби. Рома мне рассказывает тут какую-то херню. Я не... Да-да-да, что за херня? Школьник делает обзор на ролик какого-то мужика, который играет с другим школьником. Не знаю, стоит ли что-то говорить о педофилии. Почему тут мужик играет с ребенком? Почему он играет в копатель онлайн? Почему это все обозревает какой-то пятиклассник? Почему всех их вместе обозреваю я? Слишком, сука, сложно. Я ничего не... Кукла. Так ты кукла или Рома? Все, вы что пердите-то? Пердит твой батя и твой микрофон, чувак. Серьезно. Я столько раз в роликах критиковал хуевый звук и хуевую картинку в видяшечках школоты. Но даже чувак, который явно смотрел мое шоу, все равно не удосужился сделать что-то нормальное. Но других покритиковать он, ебушке-воробушке-мастак. Что такое, давай, до свидания. Да ладно, дружище, не расстраивайся ты так. У него, судя по всему, какая-то детская травма, связанная с копателем онлайн. Может, его изнасиловали копатели, когда он не отдал им вещь. Я не знаю, как там все устроено в этих ваших ебанутых играх. И в этом видео нет никакого монтажа. Вообще. Зато у тебя в ролике монтаж просто охуенный. Слезы и кровь из моих глаз ставят тебе 10 из 10. И вы когда же наблюдали за физикой в копателе, тогда же песок не падает. Да кого вообще ебет физика в копателе, все и так знают, что это говно для начальных классов. Песок не падает, проблема какая. Тебе, судя по всему, КАМАЗ с песком на голову упал, после чего тебе пришла идея снять перезапуск маминого обзорщика. И где у копателем? Все имя? Офигеть. Откуда ты мама дала такие деньги? Ты мне мама вообще не давала деньги? Я вообще говорила. Делай уроки, пиздюк. Никаких денег на копателя не получишь. Ладно, не буду вас запаривать этим. В общем, я нашел одного человека, который вообще говорить не умеет как будто. А ты у нас тут просто мастер по разговорам. Да на твой микрофон можно песни записывать и на Евровидение их потом отправлять. Оооо! Ооо! Какая-то... Смотри, я сейчас прыгну. Расскажи теорему по геометрии. Теорему по геометрии. Вот так надо задавать задания людям. И они скажут, ну что такое теорема? Действительно. А что такое теорема? Да ладно, я сам учусь в седьмом классе. И не знаю физику вообще. Не, хотя не, я знаю физику. Это синусы, косинусы. Братан, те парни говорили про геометрию. И синусы и косинусы тоже относятся к ней. Какая нахуй физика? А хотя не, это геометрия. Потому что я знаю, что ты из физики. Я очень рад, что ты знаешь, что ты из физики. Я даже в курсе того, что ты ознакомлен с тем, что в копателе физика не очень. Там песок не падает. Также предлагаю вам канал Ливексы. Ну а подписывайтесь на его канал. Он делает монтажи. Скажите, пожалуйста, кто вообще мог догадаться купить рекламу у этого парня? Может ему реально удалось кого-то наебать? Типа, йоу, чувак, твоя реклама будет в выпуске маминого обзорщика? Вот же парень, который заплатил ему бабки, охуел, когда увидел, в каком именно мамином обзорщике оказалась его реклама. Ну а с вами был Никита. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, не пока. Господи, как я мог до такого додуматься? Как я мог такое снять? Мне кажется, что это видео приплюнуло все шкалы обзора. Господи, просто... Мне кажется, что реально этот видос приплюнул все школы обзоры, снятые школьниками. Просто, просто... Это, я не знаю, у меня просто нет слов. Господи. Но параллельно с тем, как я вёл канал, я познакомился с одним человеком, с которым я, ну, часами любил разговаривать в скайпе, и мы были достаточно неразлучимы. Он мне помог в играх, с каналом помог очень так хорошо. И, собственно, он мне сказал, что я в мамином обзорщике. Но я когда узнал, я уже не расстраивался толком, не обижался. Я просто взял и удалил канал. И создал новый. Это было 15 апреля 2016 года. 15 апреля 2016 года я создаю канал, о котором я рассказывал вот в этом видео. И поскольку я уже в этом видео рассказывал в этом канале, мы перескочим на канал, который я уже веду 4 года, и который вы смотрите по сей день. Ну, а всё началось с того, что параллельно с тем, что происходило на канале Равич, во время того, как я выложил 3 последних своих видео на том канале, меня резко завлекла железная дорога по ходу того, что в пятом классе мне нравилось ездить на поездах со школы в школу, и, собственно, меня начал завлекать транспорт. И, собственно, с этим всем 29 января 2017 года я создал свой сейчасшний канал LDZ Ник. Но поначалу у него было достаточно смешное название «Мир поездов», который потом был «Краник 6.6» и позже «ЛДЗ Ник». Ну и, собственно, 12 февраля 2017 года меня блокирует канал. И тогда я в основном и начал заниматься этим каналом. Поначалу на данном канале я планировал снимать тренд. Позже, после просмотра в канал «Дизель Дронов», я вдохновился идеей снимать поезда. И в итоге я начал снимать на канале и реальные железные дороги. Примерно в мае 2017 года я начал активно проводить стримы на канале. Вплоть до того момента, как летом 2018 года не случился несчастный случай в моей жизни, к которому мы еще подберемся. Поначалу стримы набирали приличное количество просмотров и очень хороший прирост подписчиков. И в итоге, в осень 2017 года я набрал 200 подписчиков. Но со временем, честно скажу, мои стримы стали меньше и меньше набирать просмотров. Но я их продолжал делать. В итоге, в мае 2018 года я уже набрал 300 подписчиков. Но в июне 2018 года происходит один из моих несчастных случаев в моей жизни, о котором я, пожалуй, не буду говорить в этом видео. И связано это с моей мамой. Некоторые знают, но я, пожалуй, не буду в этом видео говорить, потому что это достаточно грустный момент. Но благо скоро это закончится. А если точнее, то в этом году. В итоге, я с переездом в приемную семью решил с возможностью стримить из-за низкого интернета. Меня это расстроило, но я не останавливался. Я стал больше выкладывать видео о поездах в реальной жизни. И в итоге, в марте 2019 года я набрал уже 400 подписчиков. Ну а тем временем у меня появляется телефон с 10 андроидом. К слову скажу, что до этого у меня были телефоны с 4 андроидом. И стримы я особо записывать не мог. Ну а также видео с экраном. Телефоном. Ну и все. Это из правила вот этот телефон. Непосредственно. Да, это не реклама, если что. Ну и собственно на этом телефоне я и записал вот этот стрим, который вы можете посмотреть по ссылке в описании. К сожалению, счастье продолжалось недолго, поскольку со временем на YouTube появилось новое правило, по которому, если у тебя меньше тысячи подписчиков, то стрим из телефона и вся. Честно говоря, звучит какая-то дискриминация наряду с пекарями, ну типа как в фильме Кинзаца, то есть что пацаки должен носить намордник к приказу мистера ПЖ. Пацаки, почему не в намордниках? Ну да ладно, шо это, я вернусь к теме. Ну а в 2019 году я снял видео не о Латвии, но если точнее, то отправление пожилого латвийского дизель-поезда Р1М со станции Палка. Ну а в 2020 году я наконец-то заканчиваю школу. Ну а в своем новогоднем подкасте я рассказывал, что я поступил в технику на машиностроение, а точнее на металлообработку с фрезерным токарным станком и другими станками, а также в станки ЧПУ, на которых, собственно, и завязана в основном моя специальность техник ЧПУ. Ну а под конец этого года, в осень, у меня есть одна очень большая идея сделать свою дрезину. О проектировке которой я постараюсь снять большой такой видос, в котором я постараюсь рассказать, как работать на станке с числовым программным управлением ЧПУ и на других станках, которые будут взаимодействованы в процессе создания дрезины. За 4 года существования моего канала я много чего узнал о железных дорогах, много где повидал, и нашел много знакомых, связанных с этой областью. Я хочу сказать огромное спасибо своим подписчикам за то, что вы были со мной на протяжении всех этих 4 лет. Я надеюсь, что когда-нибудь мы наберем 1000 подписчиков и я съездю в Daugherpills. Ну а с вами был Дозаник. Если тебе понравилось данное видео, то поставь лайк, напиши комментарий, я буду искренне рад. Если ты впервые на канале, то подпишись, поставь колокольчик. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Позже лет... Бля... К сожалению, в наше время видос второго канала не сохранил. Тогда канал развивался медленно. В конце его... Ну, параллельно с тем, как я ввел канал, я познакомился с одним человеком, с которым я часами любил и разговаривал. 15 апреля 2016 года я создал новый канал, о котором я рассказывал вот в этом видео. И поскольку я уже о нем рассказывал, мы с вами перескочим на канал, который... 15 апреля 2016... К сожалению, это счастье продолжалось недолго, поскольку со временем на YouTube... Но в 2019 году я впервые снял видео вне Латвии, а если точнее, то отправление пожилого латвийского дизель-пояса ДР1А или ДР1АМ со станции ВАЛТ. В которой... И... За 4 года существования моего канала я много чего узнал о железных дорогах, много нашел друзей, много где повидал... Канала... Я много чего узнал о железных дорогах, много где повидал и много нашел знакомых, связанных с этой... Да кто говорит, по-моему... За четыре года существования моего канала я много где повидал, много чего узнал о жиле канагдару. Я хочу сказать всем своим... Я хочу сказать всем своим подписчикам, огромное... Я хочу сказать спасибо своим подписчикам. Я хочу спо... Я хочу... Субтитры сделал DimaTorzok